Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. С последними трагическими событиями вас ознакомят наши корреспонденты и я, Белла Ахмедова. Здравствуйте! 15 августа объявлен днем траура в Дагестане. Такое указание дал глава республики Сергей Меликов. На всей территории региона приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи. А на территории Кумтаркалинского района, где и произошел взрыв, введен режим чрезвычайной ситуации. Такое поручение дал глава Дагестана в ходе заседания оперативного штаба. Также по указу Сергея Меликова открыт телефон горячей линии, где в круглосуточном режиме можно получить психологическую помощь, информационную поддержку и узнать о пострадавших в результате трагедии и принятых мерах. Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Президент России выражает самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших при трагедии в Дагестане и желает скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в пресс-релизе. С обращением по поводу трагедии выступил и муфтия Дагестана. В своей речи заместитель муфтия Ахмат Магомедов пожелал терпения и сил родственникам погибших и скорейшего выздоровления всем, кто находится в больнице. Невозможно выразить словами все те чувства, которые нас переполняют. «Инна лилляхи ва инна илляхи ра-джи-ун». Мы просим Всевышнего не спасать свою милость и уменьшить нашу скорбь. Ведь поистине только у Аллаха мы находим утешение. О Господь, обрадуй умерших прощением грехов и веди их в сады рая. Одари всех пострадавших скорейшим исцелением. Одари также терпением всех родных и близких жертв трагедии. Особенную благодарность муфтият республики выразил неравнодушным жителям, которые, рискуя своими жизнями, бросили спасать пострадавших. Факты проявления мужества при спасении людей исчисляются сотнями. Мы просим Аллаха многократно возвеличить награду всем, кто принимал участие в спасении пострадавших – спасателям, пожарным, врачам и всем, кто не остался безучастным в минуты трагедии. О Всевышний, сохрани нашу землю в будущем от подобных бед и несчастья. Аминь и Амуджим. На месте происшествия с ночи и до недавнего времени находились и наши корреспонденты, которым удалось побеседовать с очевидцами и с близкими потерпевших. О серьезных последствиях страшной трагедии в сюжете Патимат Ханаповой. Эпицентр взрыва находится здесь. Это заметно даже по огромной воронке, которая образовалась после. Установлено, что первый хлопок произошел именно на складе химикатов. Взрывная волна была настолько сильная, что перекинулась через дорогу на автозаправочную станцию. Территория до сих пор цеплена. На месте работают эксперты и криминалисты. Около 70 спасателей и пожарных все еще работают на месте ЧП. Они разбирают завалы и продолжают поиски пострадавших. Количество погибших с каждым часом растет. Родные и близкие массово приезжают сюда, чтобы убедиться в том, что их родные целы и невредимы. Какое у меня горе было в душе. Пока не услышала, но увидела голоса своих детей. Все-таки четверо человек здесь работали. Жалко тех людей, которые все знакомы, все близкие, которые умерли тоже. Спрашивали друг друга, тот живой, это живая, это живая. По последним данным погибли 35 человек. 65 остаются в больницах. Из них 11 находятся в тяжелом состоянии. Такое большое количество пострадавших объясняет это любительское видео. На нем видно, как вначале загорается маленький бокс. Впоследствии чего люди начинают скапливаться вокруг пожара. В этот момент и происходит оглушительный взрыв. О, машины там стоят. Такая волна вообще непонятная. Сперва понять не могу, что это такое. И такой волной, такой гул, прям все обвалилось, все летело. А так вот мы выбежали и вот все это оказывается обвалилось. Мы успели выбежать. Еле вышли, все в стеклах. Я даже не знаю, не могу объяснить вот это состояние. Вышли, все бегут, кричат, там женщина в крови бежит. Честно говоря, после Украины я не думал, что меня что-то вот так удивит. Но вот эти масштабы, катастрофы, вот это очень даже удивило меня, честно говоря. Вот это то, что я увидел своими глазами, это вообще какой-то нереальный этот получился здесь. Не ожидал такое увидеть здесь, где все спокойно, где мирное небо над головой. Масштабы разрушений отчетливо передают эти кадры с квадрокоптера. Они колоссальные. Машины и жилые дома повреждены в радиусе 600 метров. По поручению главы республики будет проведена оценка ущерба. К задачи уже привлечены более 20 специалистов. Насколько взрывная волна была сильная и какую огромную территорию она охватила, можно заметить по этому автомобилю, который находился в 300 метрах от эпицентра. И таких машин, к сожалению, здесь не один десяток. Предварительно мощность взрыва оценивается в 35 тонн в тротиловом эквиваленте. Автосервисе, где начался пожар, хранилось около 100 тонн взрывоопасной селитры. Пока это лишь версия. Точную причину и виновных в трагедии уже будет определять Центральный аппарат Следственного комитета. С целью оказания практической помощи в расследовании уголовного дела в Республику Дагестан выехали опытные следователи-криминалисты Центрального аппарата и эксперты Судебно-экспертного Центра Следственного комитета. Следствием также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, на которых возложена обязанность по контролю и надзору за соблюдением мер безопасности на объектах, где в результате пожара погибли и пострадали люди. Из Резервного фонда Республики по указанию Сергея Меликова уже выделены средства на материальную помощь семьям погибших по 1 миллиону рублей, получившим тяжкий вред здоровью 400 тысяч и легко пострадавшим 200 тысяч. Об этом глава республики заявил на оперштабе. Кроме того, руководитель Дагестана призывал главу муниципалитетов помочь родным погибших провести похороны в родовых селах, как этого требуют местные традиции. Я обращаюсь к главу муниципалитетов. Вы знаете прекрасно, что по нашим законам, по нашим традициям, какая-то часть или может быть даже большая часть из погибших нуждается в захоронениях своих родовых селах. Я попрошу вас всех оказать незаурядную помощь здесь. То есть не помощь оказать, а взять на себя нагрузку по захоронению и отданию соответствующих ритуальных услуг. И пожалуйста, не ждите в этом отношении никаких историй. Мы единый народ, мы единая семья и давайте отнесемся к этой трагедии как к своей собственной. На чрезвычайное происшествие отреагировала и Генпрокуратура России. Глава ведомства Игорь Краснов поручил проверить законность размещения всех автосаправочных станций в Дагестане. По тематам Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. На передовой в такие тяжелые для нашей республики дни стоят люди в белых халатах. Именно они, врачи, без сна и отдыха спасают сотни жизней. Как медики провели эти напряженные часы в борьбе за спасение пострадавших, узнавали наши корреспонденты. Мы находимся в отделении нейрохирургии Республиканской клинической больницы. Сюда привозят пациентов в тяжелом состоянии. Остальных привозят в другие лечебные учреждения. Представители СПИП прибыли сюда с раннего утра, но медикам запретили давать какие-либо комментарии. Они помогают пострадавшим. Их, по неподтвержденным данным, более ста. Погибших 35 человек. В морге три неопознанных трупа. Территория больницы переполнена людьми. Родственники ждут любой информации. Кто-то надеется найти среди пострадавших родные лица, а некоторые в ожидании положительных вестей о состоянии здоровья близких. У меня здесь находится брат. Ему сделали КТ и сказали, что все будет хорошо. И его перевозят в Москву. Перед тем, кто оказался в такой ситуации, я желаю терпения и уповать на Всевышнего. Пусть Всевышний всех нас бережет. И родных, и близких. Многих пострадавших планируют отправить бортом санавиации в Москву. Самолет МЧС России уже прибыл в Махачкалу для эвакуации тяжелораненых. До настоящего времени имеются неопознанные тела погибших. Близкие родственники потерявшихся без вести людей собрались в центральной больнице Махачкалы. Некоторые из них ждут результатов ДНК для опознания. Тем временем огромные очереди образовались и на станциях переливания крови. Сейчас мы находимся в центре переливания крови. Здесь собрались все неравнодушные жители республики. Один из них – Курбанов Хаджимурат. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы сюда пришли, что вас вообще сподвигло прийти сюда? Ну, я услышал о трагедии, то, что произошло, и решил прийти, сдать кровь как донор, чтобы как-то, чем могу, чтобы был полезен, как бы помочь. Медики не успевают принять всех желающих. По словам главного врача учреждения Хадижат Танкаева, и на станциях достаточно крови и компонентов. Несмотря на это, люди продолжают приходить. Людям, которые пришли, и за ночь мы приняли около 200 человек. Крови и компонентов хватает. Все больницы, где находятся пострадавшие, обеспечены. Но мы тоже до сих пор принимаем доноры и восполняем запасы. Чувствуем поддержку всей службы крови Российской Федерации. Очень много звонков, очень много слов поддержки. И спасибо всем. Как отмечают врачи, очереди иногда бывают настолько большими, что приходится использовать и дополнительные резервные помещения. У нас очень отзывчивый, сердобольный народ. И поэтому очень много желающих сдать кровь. Мы всех принимаем. Сделали хорошие запасы. Они у нас и были. Так что наши пациенты ожоговые ни в чем не будут нуждаться. Когда много людей, конечно, мы открываем второй зал. Так что очереди, конечно, есть. Но мы стараемся не задерживать доноров наших. Кровь, как и положено. Прежде чем передать в медицинские учреждения, исследуют на инфекции. На это, конечно же, необходимо дополнительное время. Но специалисты говорят, это обязательная процедура. Обследование у нас проходит около 24 часов. Но в экстренном порядке. Получается у нас, что люди, сдавшие экстренно ночью кровь, ответы будут, результаты анализов будут после обеда. По официальным данным Минздрава Республики, более 600 доноров сдали кровь с момента взрыва. И пока, как говорят врачи, нет необходимости в дополнительном заборе. Ларьяна Шимхалаева, Тамара Самедова, Дауд Гасанов. Новости ННТ Махачкала. И в продолжении темы. В актовом зале Центральной больницы Махачкалы представители Муфтеатра Республики встретились с родственниками пострадавших. Некоторые из них и в осени могут найти своего близкого человека. И ожидают анализов ДНК по опознанию тел. Религиозные деятели обратились со словами поддержки и добрым наставлением, чтобы хоть немного облегчить их боль. Серьезное испытание, которое постигло всех нас, хотелось бы пожелать всем родственникам, близким терпения, стойкости. И чтобы все, кто болеет, чтобы быстро, максимально излечились. И в дальнейшем, чтобы такие беды нас не постигали. Мы со своей стороны, то, что мы можем, мы, иншаллах, будем стараться помогать. И фонд Инсан также организовал сбор для пострадавших. Всем, что мы можем, мы будем помогать. Конечно, мы всегда хотим, чтобы нас Всевышний Аллах, Создатель, собирал на радость. Но бывает такое, это наша жизнь, это страшное испытание. И главное, что в такой беде мы находим друг друга взаимопомощи, взаимоподдержки. И мы, представители Махтиятя, пришли к вам, предлагать всю эту помощь, которая нам под силу. И в действительности, как говорится, ожидание чего-то плохого или лучшего новости, она, конечно, это не трудно, не легкое дело. И, конечно, мы все просим, молим Аллаха, Субхану Абаталу, чтобы новости были лучшими. Это наша общая беда. Фонд Инсан объявил о готовности оказать свою поддержку всем, кто пострадал в результате чрезвычайной ситуации. Благотворительная организация открывает сбор для помощи жертвам взрыва в размере 5 миллионов рублей. Для того, чтобы совершить пожертвование, необходимо перейти в приложение фонда. Также за помощью можно обратиться в офис, расположенный по адресу доходаева 136 на территории Центральной Джумай-мечети. По поручению Муфтия Республики Дагестан благотворительный фонд Инсан организовывает прием заявок на помощь для людей, пострадавших в этой трагедии. Пусть Всевышний даст здоровье пострадавшим, и давайте все вместе поможем им в этой беде. На этом я с вами прощаюсь. Терпения и здоровья всем нам. Хороших новостей и всех благ. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова